Продолжение следует... Мы встречаемся в нашем доме электробусов, на нашей территории Митинского электробусного парка. Территория карты у нас составляет 9,5 гектаров. Сейчас мы будем двигаться по маршруту, я вам расскажу про инструкцию данного предприятия. И продолжим о всех технических нюансах, которые вас могли бы заинтересовать. Сейчас мы находимся во внутреннем дворе между административным корпусом и производственным корпусом. При повороте налево, ну или сейчас с левой стороны от меня, а вспомогательный корпус, он включает в себя полноценные современнейшие локальные очистные сооружения, центральный тепловой пункт и подсобные подбежи, подсобные помещения для подсобного транспорта. При повороте налево, с правой стороны от меня, мы видим отдельное стоящее здание мощного корпуса. По возвращению подбежного состава, так и транспортное средство заходит на данный комплекс и проходит полный спектр обслуживания подбежного состава, в части помыть и обработки салона автобуса. Соответственно, чтобы каждый день транспортное средство приезжало в идеальном чистом состоянии и обработано от всех микробов, чтобы наши пассажиры зачувствовали то, что они находятся в защите и комфорте. Также на территории у нас предусмотрено защитное сооружение гражданской обороны. Как вы видите, два отдельных входа и выхода. Защитное сооружение предусмотрено до 150 человек, которые одномоментно могут угрыть от всевозможных бомбардировок со стороны... Со стороны? Со стороны. Только не будем продолжать. С чьей стороны это может произойти? Просто со стороны. Соответственно, на территории у нас также предусмотрена контейнерная, автозаправочная станция для подсобного подвижного состава, как кубсерка и всего остального, которые могут заправлять дизельным топливом, весь подсобный подвижной состав. И сейчас мы выезжаем на зарядную инфраструктуру. Зарядная инфраструктура у нас состоит из 210 постов зарядки подвижного состава. Соответственно, под каждый кубок подъезжает автобус и может осуществлять зарядку. Что интересно, в режиме ультро-быстрой зарядки данный подвижной состав, медицированный, который мы сейчас едем с увеличенным объемом аккумулятора на батарее, зарядка может осуществляться от 0 до 100% за 42 минуты. Это без ограничения мощности до 300 кВт. Соответственно, также есть режим от отшитой зарядки до 50 кВт. Тогда подвижной состав уже возвращается в пост для рабочей смены и осуществляет до зарядки. Что касается подвижного состава, данный подвижной состав, как я сказал, модифицированный. Отличие между первым и тот, который приходили в наш город, заключается в увеличенном объемом аккумулятора на батарее, соответственно, запасным. Если первый подвижной состав мог по запасу кода выдерживать до 47 км, в зависимости от погоды и условий, потому что мы понимаем, что все потребители, как системы кондиционирования, как и системы подогрева, тоже употребляют полиэтиленгию, но на первом составе система отопления осуществлялась жидкостным подогревателем, работающим на дизельном топливном. Соответственно, дизельный топлив отливал отборожающий репис, который циркулирует в руку системе и тем самым подливал из салона автоноса. Данная модификация полностью инфицирована, и, соответственно, все приборы отопления работают под электричеством, в результате должны быть, что циркуляторы будут надолели. Данная система демонционирования в отопления салона автобуса. Соответственно, сейчас мы уже будем возвращаться, и мы видим производственный корпус. Производственный корпус у нас больше составляет больше 12 тысяч квадратных метров. В данном производственном комплексе можно осуществлять полный комплекс всех видов работ по обслуживанию движного состава. Как вы знаете, весь подвижной состав, приходящий сейчас в наш город, обслуживается непосредственно по контракту жизненного цикла от представителей завода-изготовителя. В данном случае, с учетом того, что подвижной состав нам вставляет ПАО «КамАЗ», соответственно, и дочерние предприятия, в лице ООС «Транс» осуществляют полный комплекс обслуживания данных электронусов. Соответственно, начиная от ежедневного технического осмотра, ежедневного технического обслуживания, так до планового ремонта, так называемого, по пробегам ТУ-1, ТУ-2. Это по регламентированному пробегу, по достижению транспорта и средства заезжают уже на полноценное обслуживание и осуществляется ремонт и обслуживание всех узлов и агрегатов. Также в производственном корпусе, куда мы сейчас попадем, у нас будет возможность осмотреть электробусы полностью, будет полный доступ, посидеть, пофотографироваться в домине водителя. Соответственно, предусмотрены всевозможные развлечения, мастер-классы, VR-просмотры тематических направлений. И, соответственно, если у вас какие-то есть пожелания, можно и буду устроиться на нашем предприятии. Безусловно. Продолжение следует... Сейчас мы покинем ваше транспортное средство и перейдем непосредственно в износный корпус, в дом и приемах, где для вас предусмотрено дополнительное развлечения. Есть лекционный зал, предусмотрено сегодня до 10 лекций, которых вы тоже можете посетить и также там можно осуществить чай, кофе, булочку. Ух ты, это интереснее. Для маленьких ребятишек и их родителей, если вы видели, стоят два конкордия на улице, на углу, соответственно, это тоже электромобильчики, на которых, как говорится, Владимир Владимирович ездит на Красной площади в праздники, которые тоже можете прокатиться. Прямо подходите, небольшими группами, по 4, по 5, по 6 человек, водитель вас сажает и также вы курсируете по территории, но уже немножко на другом электротранспорте. Здесь нас встречает чудесный коллектив наших волонтеров и задружеских организаций. Соответственно, есть всевозможные тематические развлечения, фил-клубы, в башеньке можно поиграть. Как я уже сказал, в каждом транспортное средство можно зайти, посидеть, пофотографироваться и, соответственно, на каждой стоечке тоже подходить, посмотреть, что есть новое. Если у кого-то есть вопросы, можем отдельно сейчас отойти, я готов на них вам ответить. У меня есть вопросы. Очень хорошо. Пойдемте. Спасибо. Спасибо. Установка мити, ну, конечно. Это чуть-чуть другая версия нефаза, как я понял, электробуса. Вот здесь ограничение 70, тут установлено, а в том было 80. Далее, это фары у нас. Так, это шторка. Так, ну. То есть, открывается. Вот шторка еще. Вот, тут потянуть и, опа. И сразу поднимается или опускается. Вот за эту тему. Ну, мне рация еще. То есть, и потом нажимаете и говорите. А так, автобусы, почти электробусы вообще не отличаются друг от друга. Только максимум. Моделью. И все. Все. Остановка митина. Следующая осан... Тьфу. Станц метро митина. Следующая остановка станц метро митина. Ну и все. Вот так вот. А, кстати, забыл сказать. Вот. За проезд передаем такие нефазики. И потом салон. А вот здесь уже. Это уже электробус. Мы перешли в другой. Такие. Нужно прокладывать карточки, чтобы оплатить свой проезд. И вот окна. Сейчас закроем. А то я прошу, и мне неудобно закрывать левочки. Ну вот. Конечно, сейчас не будет работать. Ну, кнопки, сидушки. Ну, вот такой запах. Так, ну, мы пришли к соседям электробуса. Ну, электробусы почти не самые новые модели не отличаются. Вот, которые для инвалидов поднимать. Чтобы заезжали. Также их можно с коляской попросить водителя. Вот. Вот камера. Вот. Электробусный парк. Митина. Вот такие экраны и так же рекламу вот КамАЗ. Это не фас. Ну, КамАЗовская версия. Так, дорогие друзья, мы сейчас еще в одном электробусе. Тут почти вот тут теперь USB. Здесь автоматическая тяговая электро выключение. Тут зарядка. Далее свет. Ну и вот. Вот такой переключатель. Аваренько. Это чтобы терять. Так. Тест я не знаю. Блокировку дверей не выйдем. Так. Переводим к дверям. Вот это я не знаю, что это. Так. Это уже первая дверь открытия. Вторая. Третья и весь салон чтобы открылить и что пассажиры открывали. А здесь уже другой привод. То есть там были кнопки, а здесь вот такие переключатели. Вот. Так. Изменения. Как по мне это самый новый электробус. ключик. Вот так. Перед ней. И вот так. Ну а здесь красивый. И вот так. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok